Всем привет! Вы давно нас просили, и мы решили снять видео про самокаты для самых маленьких райдеров. Перед тем, как начать, пару слов скажу о том, что в этом видео мы будем обозревать именно трюковые самокаты. Ребятам, которые давно катаются, имеют какой-то уже опыт и видят этот видос, может показаться, что эти самокаты имеют немного устаревшую конструкцию, там спорные решения в виде стальной вилки, но мы считаем немного по-другому. Этот самокат рассчитан для самых начинающих райдеров, которые, во-первых, не могут дать большую нагрузку на эти детали, во-вторых, жизненный цикл такого самоката гораздо меньше, чем обычного взрослого трюкового самоката. Грубо говоря, вы покупаете самокат, учитесь делать на нем первые трюки, понимаете, где вы хотите кататься, в парк, в стрит, либо какое-то универсальное катание, и уже следующий самокат собираете под себя, под свои потребности. Начнем мы, наверное, по размеру. Первый самокат – это Tech Team Vespa. Я сегодня не буду говорить про габариты руля, его высоту, потому что эти габариты можно корректировать. Об этом я скажу чуть позже. Будем рассматривать в контексте размеров деки. Дека вот на этом самокате 45 см. Она, естественно, алюминиевая. Есть даже у нее вот такой вот тут загиб, конкейв. Это сделает самокат более контрольным. На стадии, когда вы только учитесь кататься, это важно. Колеса, так как это маленький очень самокат, тут 100 мм. Рулевая не интегрированная. Собственно, на самокате такого уровня это и не нужно, потому что вы будете на нем кататься меньше, чем прослужит эта рулевая. В общем, тут вам всего хватит. И запаса прочности, и надежности. Собран он на классической iHeek-системе. Что это значит? Это значит, что у вас не возникнет никаких проблем ни со сборкой, ни с обслуживанием, ни с поиском запчастей на такой тип компрессии. Компрессия, напомню, это сочетание вилки, рулевой, зажима. В общем, вот эти вот детали в себе образуют компрессию. Это классическая компрессия, которая используется на большинстве трюковых самокатов. Вилка здесь стальная, чего, по нашему мнению, достаточно для ребят, на которых этот самокат и рассчитан. Если верить производителю, то это 140 сантиметров максимум. Ну, примерно, опять же. Этот размер можно уменьшить. То есть, что нужно сделать, если вы хотите, чтобы самокат был на ребенка ростом поменьше? Вам нужно немного укоротить руль, немного изменить размер по ширине. Это все сделать можно в нашей мастерской. Это никак абсолютно не влияет ни на гарантию, ни на прочность, ни на что-либо еще. Вы просто сделаете самокат чуть более удобным. Следующий самокат Vespa XL, старший брат предыдущей модели. Отличается он, соответственно, размером. Здесь дека 48 сантиметров, тоже с конкеевом. Стальной такой же тормоз. Те же самые пластиковые колеса. Только отличие в габаритах руля и деки, соответственно. Руль чуть повыше, чуть пошире. Опять же, если вам некомфортно на таких размерах, вы можете его укоротить во всех плоскостях. И сделать это можете, опять же, в нашей мастерской. Ни на что не повлияет. Просто самокат будет для вас более удобным. Грипсы точно такие же, как у младшей модели. 120 миллиметров. Толстые и мягкие. Как раз под детскую руку. Хотя, в целом, видите, даже с моей большой рукой можно пользоваться. Этот самокат уже побольше. Называется он Fusion X3. Здесь дека 49 сантиметров. Номинально вообще этот самокат рассчитан на рост до 155 сантиметров. Здесь все так же. iHeat-компрессия с стальной вилкой. Неинтегрированная рулевая колонка. Пластиковые колеса 100 миллиметров. Но здесь они уже в виде холлоу-коров сделаны. Если интересно узнать, что такое холлоу-коры, посмотрите вот этот видос про колеса. Выглядит красиво. Очень даже, я бы сказал. Руль стальной, как и на предыдущих самокатах. У этого самоката, кстати, самые короткие грипсы в этом обзоре. 110 миллиметров. Обращайте внимание. Но они такие же мягкие и толстенькие. Как я и говорил ранее, габариты этого самоката можно изменить путем укорачивания руля. И его ширины. Главное, не перебарщивайте. То есть, если вы сделаете вот такой руль на такой длинной деке, это будет абсолютно не катабельно. Нужно соблюдать баланс. То есть, на этом самокате в целом можно отрезать там 5 сантиметров. И ничего страшного абсолютно не произойдет. Зато этот самокат уже подойдет на рост где-то до 145 сантиметров. Все самокаты, которые мы только что рассмотрели, подходят совсем прям на малышей. Это ребята, которые учатся делать совсем базовые трюки. Бани хоп, хоп, там спрыгнуть где-нибудь с бордюра. Все эти нагрузки такого плана самокаты выдержат. Такой самокат позволит вам делать более серьезные трюки. На таких колесах, здесь, кстати, алюминиевые уже колеса, можно пробовать делать телвип, можно пробовать барспин. В общем, базовые трюки, которые уже требуют каких-то вращений, более серьезных боковых нагрузок. Можно там учить градусы, можно даже на таком самокате поскользить. У него дека 48 сантиметров, она уже чуть шире, рассчитана на больший размер ноги. И в целом, как я уже сказал, можно на нем даже пробовать первое скольжение делать. Здесь все так же. Неинтегрированная рулевая колонка, стальная вилка, что, опять же, мы не считаем минусом, потому что это самокат для начинающих ребят, которые пока еще не способны дать ему такую нагрузку, которую эта вилка не выдержит. Производитель задумывал этот самокат для ребят с ростом 150 сантиметров. Как я уже говорил ранее неоднократно, можете изменить немного габариты руля и уменьшить этот рост до 145 сантиметров где-то. Грипсы уже побольше, чем у предыдущих моделей самокатов. Но они такие же мягкие и толстые, приятные. Я весь обзор говорю о том, что они толстые и мягкие. На что же это влияет? Как вы можете видеть, трюковой самокат не имеет никакой амортизации. И эту амортизацию, естественно, заменяет нам, в первую очередь, грипсы. То есть, когда вы приземляетесь, если они толстые и мягкие, вам будет гораздо комфортнее, чем на тонких. У предыдущего самоката есть брат-близнец, практический близнец. Это Hype H1. Отличаются они лишь формой руля. Это так называемый Batwing, который состоит из четырех частей. Вкусовщина, прочность примерно одна и та же. Ну, такого плана рули считается чуть более прочными. Но, как мы уже с вами выяснили, ребенок какую-либо нагрузку серьезную на такую руль дать пока не способен. Поэтому выбирайте то, что вам нравится больше внешне. Следующий самокат Duker 1.0. Полный обзор на него есть на нашем канале. Я ссылку оставлю в описании. Этот самокат очень любят. Сейчас будем разбираться, за что. Это полноценный, прям настоящий трюковой самокат для начинающих ребят. У него уже габариты Dekki точно такие же, кстати, 48 см в длину. Но он уже на колесах алюминиевых 110 мм в диаметре. Это классический размер для большинства подавляющих трюковых самокатов. У него уже чуть больше габариты руля. Его можно использовать, если ваш рост где-то 165 см. Опять же, этот порог можно уменьшить, если немного откорректировать высоту руля. Как и у всех предыдущих самокатов из этого обзора, у него есть Concave. Это то, что делает Dekki более контрольной, более удобной и понятной для вашего ребенка. Уже классическая для такого рода самокатов компрессия iHeak. Кстати, для того, чтобы собрать самокат из коробки, вам достаточно надеть на него руль и закрутить два вот этих болта. Все, самокат будет собран. Никакими суперзнаниями или техническими навыками обладать не нужно. Руль, как и у предыдущих моделей, стальной, Т-образной формы и с очень мягкими толстыми грипсами. У этого самоката, кстати, уже очень приятный вес. Несмотря на то, что он немного больше, чем предыдущие. За счет, в основном, вот этих вот вырезов, облегчений шеи. Рулевая, кстати, у него уже покруче. Это все та же неинтегрированная рулевая, то есть с выносными чашками, которые меняются полностью. Но она уже собрана на базе закрытых промышленных подшипников. В двух словах, они более плавно крутятся. Ну и, наконец, самый топовый самокат в сегодняшнем обзоре – Tech Team Provocator. Длина деки 47 сантиметров. Есть, кстати, версия 49 сантиметров. Абсолютно плоская снизу, полукруглая. Это уже для продвинутых ребят, можно сказать. На нем можно делать уже такие серьезные парковые трюки. Он собран на СКС-компрессии. Это когда у вас вилка зажимается отдельно от руля. Повышает прочность, при этом вес у этого самоката меньше 3 килограммов, что круто. Руль уже алюминиевый, вот с такими двумя усилениями. Его габариты тоже можно изменить незначительно. Опять же, обращайте внимание на баланс. Но сантиметров 5 отсюда можно легко удалить, для того, чтобы не навредить этому самому балансу. Вилка алюминиевая, с классной красивой осью. Колеса 110 миллиметров, алюминиевые. В общем, самокат реально бомба. Учитывая его цену, вес, классный выбор для тех, кто уже умеет какие-то трюки. Но самокат по-прежнему нужен небольшого размера. Мы сегодня в обзоре не говорим про самокаты от классных таких известных производителей, как Этик, Триад. У них есть тоже модели для ребят с небольшим ростом, начинающих ребят. Но ценник этих самокатов в 2, в 3, а если сравнивать с начальными моделями, даже в 6 раз выше. Сегодня мы показали вам несколько моделей трюковых самокатов для самых начинающих ребят. Это полноценные трюковые самокаты, которые вы, к сожалению, не найдете на маркетплейсах. Мы категорически не советуем там подбирать себе первый самокат. Пусть даже вас очень привлекает цена. Такие самокаты зачастую имеют спорные решения технические в своей конструкции, что зачастую делает практически невозможным их обслуживание. Сегодняшние самокаты этих недостатков лишены. Если вам интересно, чтобы мы сняли какое-то видео для самых маленьких ребят, как начинать кататься, как делать базовые трюки, пишите об этом в комментариях. А я желаю вам хорошей недели и пока!